Хмель Довольно много женских половых гормонов, так называемых эстрогенов. И поэтому хмель хорош в климактерическом периоде у женщин. Кроме того, с помощью хмеля лечат расстройства менструального цикла, а также аднекситы, то есть воспаление придатков. У мужчин хмель применяется при повышенной половой возбудимости. Длительное применение хмеля может привести к снижению потенции у мужчин. В состав хмеля входит эфирное масло. Его содержание достигает 3%. А также смолы, горечи, органические кислоты, такие как валерьяновая, изобалерьяновая, параминомидзоидная. Есть дубильные вещества, питанциды, воска, экстрагеноподобные вещества. В состав хмеля входят витамины, такие как витамин С, В2, В3, В6, ВП-витамин. В хмеле довольно много минералов. Это калий, кальций, магний, цинк, марганец, медь, никель, йод, бор, алюминий. Почти вся таблица Менделеева. Хмель очень хорошее средство при головокружениях, а также при тошноте и головокружении, которое возникает при мелькании перед глазами каких-либо предметов. Ну, например, при езде в транспорте. Хмель обладает успокаивающим центральную нервную систему действием. И поэтому это очень хорошее средство при бессоннице. Хмель обладает болеутоляющим, спазмолитическим действием. И поэтому применяется при заболеваниях нервной системы. Особенно периферической нервной системы. При радикулитах, невритах, невралгии. Хмель содержит горечь. И, как всякая горечь, повышает аппетит. Хмель используют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Особенно наиболее часто он используется при гастритах с пониженным образованием кислоты. Хмель активирует пищеварение. Снимает боли в желудке и кишечнике. Хмель используют при лечении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Хмель обладает желчегонным действием. И используется при холециститах, холонгитах, желчнокаменной болезни. Хмель обладает мочегонным действием. И используется при инфекциях ночеводящих путей. В первую очередь это пиелонефриты. Причем пиелонефриты лучше всего лечатся хмелем у женщин. С помощью хмеля можно лечить циститы с сильно выраженными дезурическими явлениями. То есть, когда имеет место быть очень частые и болезненные позывы на мочеиспускание. Хмель очень хорошее средство при выпадении волос. В этих случаях используют столовую ложку сырья на стакан кипятка. И после охлаждения этим отваром обрабатывают голову.